привет ребят как многие из вас знают или может не знаете будете знать я являюсь обладателем гражданской версии штык ножа экстрема рейте выполненного для нужд армии нато об этом ноже я подробно уже рассказывал оставляю материалы по ссылочке в описании не так давно на памятную дату коллеги мои знаю что я охотник подарили мне нож отечественного производства с довольно схожими характеристиками я им уже очень активно пользуюсь и хотя чисто охотничьим этот нож назвать нельзя он перекрывает огромный спектр задач как таковое понятие охотничий нож это все конечно маркетинг не более того потому что если уж речь у нас с вами зашла об охотничьих ножах то но это шкуросъемник прежде всего какой-то разделочный филейник и для этих задач вполне сгодится какой даже простой складень или там резак из какой-нибудь х12 мф нет ребят в моем понимании охотничий тактический или нож выживания как их еще называют хотя я терпеть этого термина не могу и те кто меня давно смотрит ребята понимают почему ну да ладно так вот такой нож должен представлять себя некий универсальный инструмент очень надежный предназначенный для широкого спектра работ включая грубые работы по дереву так что в некоторых случаях этот инструмент может заменить даже топор за время пользования этим ножом а я уже изрядно успел над ним поиздеваться у меня сформировалось определенное мнение о его возможностях и кстати он уже выручал меня один раз когда машина застряла в распутиться топора под рукой не оказалось этот нож безусловно заслуживает нашего с вами внимания почему и решил отснять эти материалы так как я реальный владелец этого ножа не какой-то там блогер рекламщик пиарщик то и буду рассказывать вам о нем объективно непредвзято то есть именно глазами владельца а уж вам потом решать пригодится он под ваши задачи или нет штатно нож кампа комплектуется вот такими вот ножнами собственно в таком виде мне его и подарили вообще ребят это не просто ножны а некая многофункциональная система с различными вариантами ношения и использования безусловно стоит рассмотреть ее детальнее ножны включает в себя чехол выполнены из кордуры предназначенные для крепления на системах моле с обратной стороны чехла присутствует вот такая жесткая лента вот этот язычок это очень грамотное решение имеет очень цепкую такую прорезиненную внутреннюю часть то есть фактически позволяет надежно закрепить его где угодно и как угодно то есть все зависит от ваших потребностей и собственно вот сами ножны материал ножен это жесткая ударопрочная пластмасса такой современный оптопластик с обратной стороны заботливо закреплена небольшая пластина с алмазным напылением для оперативной правки режущей кромки в полевых условиях в отличие от советских штык-ножей здесь система кусачек уже реализована непосредственно на самих ножнах то есть без задействования ножа стальную толстую проволоку они перекусывают без каких-либо проблем как вариант эти же кусачки можно использовать скажем для откусывания шляпок гвоздя или саморезов когда это требуется кусачки мощные и справляется с гвоздем 80-кой без проблем в системе ношения предусмотрен быстросъем то есть вот не нужно как знаете для того чтобы закрепить на брюшном ремне или снять его выдергивать ремень из лямок в комплекте с ножнами идет вот такая вот клипса собственно благодаря этой клипсе и можно закрепить нож прямо на брюшной ремень не выдергивая ремень из брюк также оперативно происходит и снятие с ремня вот этого как раз и не хватает многим другим тактикам безусловно очень грамотное решение ну а сами по себе эти ножны ну так довольно массивные для лучшего удержания при ходьбе или беге предусмотрена вот такая лямка под бедро пропускаем через бедро и защелкиваем вот здесь имеется такая плотная резиночка то есть нога передавливаться нигде не будет и оказалось что такое ношение абсолютно никак не сковывает любое ваше движение поначалу ребят я думал что все эти лямки будут как-то мешать но походил вот так вот с ним в таком именно виде по тайге и вы знаете вообще никакого дискомфорта при ношении в таком виде я не испытывал кстати с помощью вот этого самого язычка нож также можно закрепить на брючном ремне и это еще один из вариантов его ношения с таким вариантом ношения можно извлечь из чехла сами ножны и в случае необходимости передать их товарищу то есть понимаете да масса вариантов как носить нож и какую систему крепления использовать в самих же ножнах нож сидит довольно плотно при этом оперативное извлечение ножа не вызывает трудностей хотя тут не обошлось и без своих нюансов вот присутствует такой кожаный ремешок страховочные который создан для того чтобы надежно фиксировать нож в ножнах но вот смотрите он как бы и зафиксирован на рукояти да но при этом нож без проблем вынимается что застегнутым ремешком что без него как я понял ребят это все таки серийное производство и вот именно в боевых версиях этот ремешок как раз таки оправдан за счет гарды с кольцом он и удерживает надежно нож в ножнах в данном случае у нас гражданская версия аналог гарды нет собственно нож свободно и выходит но в принципе несмотря на это нож хорошо поджимается каким-то уплотнением видимо в самих ножнах и сидит в них надежно в по крайней мере пока а вообще ребята положа руку на сердце лично для меня вот эти все приблуды как бы даром не нужны да то есть я не собираюсь носить его на бедре использовать систему малей или там где-то крепить на рюкзаке его для его ношения я нашел несколько другое решение о котором я вам обязательно расскажу чуточку позже масса нашего ножа вот с этими штатными ножнами всеми приблудами эклипсой то есть в полном комплекте составляет аж 660 грамм видно да на минуточку так а это ребят я вам скажу для ходовой охоты или там пеших походов учитывая что вы тащите на себе там рюкзак шмурдяк железо там с патронами термос и так далее вообще-то принципиальный вопрос но попробуйте в пешем походе повесьте себе нож вот с этими ножнами на бедро еще и с рюкзаком за спиной под 25 килограмм и все это по жесткой пересеченки с постоянным набором или потери вас высоты передвигаясь где-то в горной тайге или вообще в горах и вы поймете почему я делаю акцент на таких нюансах то есть вот это вот вся штука она точно не для легкоходов кстати говоря весят нужно отдельно без ножа аж 400 грамм то есть львиную долю веса отъедают именно эти ножны ну хорошо допустим разгружаем мы ножны путем снятия вот этой системы кусачек кстати они здесь от отъедают львиную долю веса тут присутствует три вот такие шестигранника то есть разработчики видимо подумали а так ли нужны будут эти вот самые кусачки нам гражданским и предусмотрели их демонтаж выкручиваем эти три шестигранника снимаем систему а давайте еще и пластину эту с абразивом тоже выкрутим итогу имеем вот такие простые ножны без кусачек и без пластины собственно на этом наша с вами радость и заканчивается сами ножны без чехла закрепить на ремне не представляется возможным ну то есть вот как так с одной стороны предусмотрели до демонтаж с другой стороны вот такое ну хорошо давайте вставим ножны в чехол как нас к тому принуждают а сам-то чехол подножны в таком виде он никак и не регулируется это значительно легче практически не ощущается их вес но нож теперь мы достаем чуть ли не с самими ножнами либо вынимать его как-то двумя руками либо нужно уже что-то колхозить ребят чтобы уплотнить вот эти образовавшиеся пустоты здесь то есть что имеем на выходе с одной стороны мы до значительно облегчили всю эту систему но с другой стороны рано радовались носить вот в таком виде это ну для меня лично не представляется возможным мне это не подходит ну давайте ради для сравнения отдельно натовский нож у нас с вами весит 330 грамм а наш нож легче что несомненно плюс весит он 255 грамм ну а грубленно 260 весы эти имеют небольшую погрешность это очень радует руку при грубых работах в отличие от натовского рука будет уставать меньше да безусловно вся эта система заслуживает нашего с вами внимания с точки зрения конструкторского решения это и вот эта многофункциональность крепления мале клипса вот эти вот ножны с кусачками но по большому то счету ребят нам-то но с вами все зачем нет ну как говорится даренному коню в зубы не смотрят но лично я для себя решил использовать кожаные ножны ну не нужны мне все эти прибамбасы дома я нашел вот такие вот замечательные ножны от какого-то своего старого советского ножа можно очень хорошие выполнены качественно в принципе смотрите вообще он отлично в них зашел и сидит в них плотно то есть форма ножен практически подходит по размеру к форме клинка масса же с ними составляет всего триста пятьдесят пять грамм ребят цепляем можно на брючной ремень причем не обязательно вот за этот хвостик можно продеть прямо в проушину таким образом расположение ножен по отношению к поясу удобнее с этими ножнами вес ножа на бедре вообще не ощущается практически идеально и абсолютно комфортно носится то есть в принципе казалось бы все вот такое решение для меня но идеальное но я ребят человек дотошный перед съемками материала я изучал все по этому ножу и нашел следующее оказывается эти ножи продаются что вот с такими вот штатными ножами в которых мне его и подарили что отдельно с кожаными ножными его можно купить правда опять же с одним нюансом во первых отдельно вот так вот просто в таком виде вы нож не купите то есть это либо вот с такими штатными ножными либо с кожаными ножными и по отдельности ножны вы также купить не можете что кстати вот почему странно да ну я понимаю массовое производство но ведь производитель пришел к гражданскому сегменту рынка а здесь присутствуют такие вредные ребята как мы вот охотники походники рыбаки и так далее которым нужны соответствующие аксессуары почему бы не сделать отдельной продажей как аксессуар кожаные ножны мне непонятно но опять же благодаря своей дотошности я начал шерстить рынок ну прям так по моему в авито и забил нужны для ножа кампа и вот оно что ребят нашел я что-то подобное именно вот и вот с такими ножными нож и можно купить у меня такое ощущение сложилось что вообще сам производитель в принципе эти ножны кожаные не делают а заказывает либо отдельно для них вот компоненты материалы и дальше их там у себя на производстве сшивает либо вообще где-то отдельно производят но вот это вот решение это уже непосредственно считайте как вот штатные нужны для этого ножа правда в отличие вот от моих здесь присутствует некоторый люфт ножа в них без фиксации ремешком нож вполне легко из них выпадает чего не скажешь о моих ножнах в них нож сидит очень плотно но кстати вот тут этот ремешок как раз именно и фиксирует нож под рукоять ремешок очень тугой и фиксируется надежно и вот тут он полностью выполняет свою функцию здесь также про уши на довольно широкая то есть под любой ремень включая там широкую портупею эти нужно не так плотно прилегают к бедру как вот мои кожаные поэтому присутствует вот такое болтание легкое но в принципе с ними также носить их абсолютно комфортно правда двумя пальцами как с моими ножными в этот нож уже обратно не закрепите то есть вот это вот все-таки очень плотная такая тугой ремешок и приходится его двумя руками застегивать ну может быть со временем он как-то чуть растянется то есть фактически я нашел два рабочих решения это вот старые мои кожаные ножны прекрасные и вот эти вот покупные то есть мы с вами добились значительного снижения веса абсолютно удобного ношения ножа под наши задачи ничего лишнего то есть вынул нож и работай себе на здоровье нет но можно пойти вообще дальше то есть свозить сам нож в мастерскую там сделают из него слепок и заказать нужно индивидуально конкретно под этот клинок вот это будет уже полностью оформленное завершенное решение при этом сами нужны вы можете выбрать какие вам угодно причем стоит это я узнавал абсолютно не так дорого то есть этот третий вариант я пока вот поношу этот нож со своими старыми ножными а это очень вполне себе рабочий вариант они мне нравятся вот это все что касается ношения ножа нюансов с весом и ножными идем далее сталь наиболее важным звеном при выборе любого ножа под те или иные задачи является сталь и ее характеристики в особенности для вот таких вот ножей твердость закала ее состав в нашем ноже использована наша же очень известная сталь марки 95 х 18 это лидированная нержавеющая сталь с высоким содержанием хрома порядка от 12 до 19 процентов при этом она также является высокоуглеродистой содержанием углерода до 1 процента собственно в названии самой стали и кроется расшифровка ее элементов 95 х 18 то есть 95 это сотой доли содержания углерода примерно 0 95 процентов и буква х хром 18 это процентное содержание хрома то есть до 18 процентов то есть фактически весь этот состав позволяет абсолютно никак не ухаживать за ножом он не боится воды каких-то реагентов агрессивных кислот и так далее порезав ножом из такой стали лучок или лимон его можно вообще никак не протирать благодаря высокому содержанию хрома никакой реакции окисла не произойдет и вот эти как знаете точечки не появится то есть жесткая нещадная эксплуатация абсолютное отсутствие ухода это все про эту вот сталь я считаю что для таких ножей и должны использоваться примерно такие же стали при этом 95 х 18 ребят это вам не какая-то х 12 мф до которые там могут возникнуть сложности справкой а здесь в данном случае поправить режущую кромку можно вообще в принципе обо все что угодно а довести тому портупею какую-то керамику или даже сланцы и подробные материалы как это я делал в полевых условиях я уже снимал как заточить нож в полевых условиях без спецсредств оставляю ссылочку в описании изучайте возможно пригодится прямым зарубежным аналогом нашей стали является очень популярная широко распространенная сталь марки 440 c или более дорогая сталь n 690 вообще ребятка что современных реалиях вот в условиях санкции проблем с логистикой всем кузнецы уже давно расхватали зарубежные стали их очень мало сейчас поэтому в основном используют наши отечественные стали что вполне логично и оправданно которая ничем не хуже твердость закалки нашего ножа составляет от 58 до 60 единиц по роквеллу вообще здесь действует такая формула чем выше твердость закалки тем надежнее долговечнее и универсальные изделия но обратная сторона медали при слишком высокой твердости закала сталь становится такой более ломкой то есть хрупкой вот недаром в нашем ноже применена именно 95 х 18 она позволяет добиться идеального соотношения вот по твердости закала при этом сохранением ее упругости в нашем ноже за основу взята широко распространенная форма клинка по принципу drop point по нашему значит капля такой клинок хорошо режет рубит и особенно хорошо колет так как острие находится близко к вектору приложения силы при колющем ударе но и вообще такая форма drop point довольно характерна для туристических и охотничьих ножей здесь нельзя сказать что форма клинка нашего ножа в точности повторяет классические формы drop point ну так как эта форма взята лишь за основу и доработано по техническим требованиям по факту эти конструкторские доработки усиливают именно проникающие рубящие свойства клинка в самой толстой части обух натовского ножа имеет толщину 6 миллиметров обух нашего ножа чуть меньше и составляет 5 миллиметров принцип здесь довольно прост ребят чем толще обух ножа тем он прочнее вместе с тем слишком толстый обух ножа безусловно отражается на его весе в принципе наличие таких обухов у ножей говорит о том что их можно использовать для грубых ударных работ помимо фальш лезвия сталь еще и дополнительно разряжена двумя боковыми долами на клинке дол позволяет увеличить площадь поперечного сечения то есть увеличивать жесткость с прочностью на изгиб и кручение ну и да и конечно же ребят это никакой не кровосток то есть это именно дол как технологическое правильное решение угол сведения заточки составляет примерно 50 градусов это все-таки серийное производство и выводить углы заточки под какие-то там бытовые хозяйственные ножи не имеет никакого смысла да и впрочем это и не нужно потому что оба ножа это все-таки грубые инструменты для грубых работ и я не устану повторять каждый нож должен быть к месту запомните ребят идеально универсальных ножей не существует вот эти два ножа их можно отнести к условно универсальным благодаря вот этим всем характеристикам в том числе и углам сведения я вот посмотрел перед съемкой материалов своих несколько видео обзорщиков где там автор утверждает что для того чтобы этот нож начал резать необходимо свести угол заточки 30 градусов ребят я не знаю что там у него не режет но с помощью этого ножа я смог без проблем заточить простой карандаш и и и и и и и Смотрите продолжение в следующей серии. Я буду заниматься ерундой с переточкой его под какой-то кухонный нож, с неизбежной потерей его рубящих свойств. Все это, конечно, чушь собачья. Нож прекрасно режет, в чем мы с вами обязательно убедимся. Я вам наглядно покажу, как он режет овощи, когда мы перейдем к испытаниям ближе к концу материалов. В нашем ноже применена так называемая вакуумная технология ПВД, то есть это напыление титана и циркония. В результате процесса создается такая пленка, обеспечивающая высокую износостойкость и устойчивость к коррозии. Ну и опять же это обеспечивает отсутствие бликов, то есть это фактически более современный аналог воронения. Рукоять клинка натовского ножа выполнена из форпрена. Это такой каучукоподобный термопластик, что обеспечивает надежное удержание ножа даже во влажной руке. Несколько отличается. Он более современный в технологическом плане. Это также термопласт, выполненный из полиматериалов. Однако в отличие от натовского ножа, данная рукоять, она тактильно более твердая, такая, лучше сцепляет. Ну а это значит более износостойкая, меньше подвержена внешним воздействиям. Вот видите, да, что сейчас по истечению времени происходит с рукоятью Экстрема. И да, вот под мою небольшую руку нож ложится просто изумительно. Вот лично по мне, так здесь хват надежнее и удобнее, чем в натовском ноже. Сама по себе рукоять такая более эргономичная, продуманная. Имеется вот такая небольшая выемка под большой палец с двух сторон рукояти. Здесь имеется небольшой ограничитель внизу, вот эта ступенька, которая и служит препятствием для случайного соскальзывания ладони на лезвие. В верхней части гарда не имеет такого явного упора. Впрочем, уже не раз совершаем колющие удары. Никакого намека на соскальзывание руки на лезвие у меня даже и близко не было. Вообще, честно говоря, я даже не представляю, какой силы нужно совершать удары, чтобы такое соскальзывание произошло. То есть, в данном случае этих небольших ограничителей вполне достаточно. Также присутствует возможность закрепить страховочный корт для защиты от потери при выполнении каких-либо работ, скажем, на высоте. Объективно, ребят, на мой взгляд, рукоять нашего ножа, она выполнена более удобно, более продуманно. Ну, вот у меня рука небольшая, но, в принципе, я думаю, под разные руки здесь такой более уверенный хват, более надежный, чем вот в экстреме. Мне держать наш нож удобнее, чем рукоять экстремы. Очень понравилась балансировка нашего ножа. Вот примерно здесь находится точка баланса, как это и должно быть в принципе. В нашем ноже этот баланс стремится к идеальному. Значит, смотрите, ребят, в идеале, когда вес клинка ножа и рукояти с гардой одинаков, и центр тяжести стремится примерно в начальную точку гарды. Это косвенно влияет на удобство эксплуатации ножом. То есть, проще говоря, рука будет уставать чуточку меньше. Вообще, конечно, этот фактор баланса прежде всего важен для метательных ножей. Оба этих ножа метательными не являются, поэтому, ну и уж этот параметр не имеет такого уж важного значения. Впрочем, при желании оба этих ножа вы также можете метнуть без проблем. И да, ребят, деревья не портим. Вот это дерево уже давно мертвое. Конечно, мне, да, думаю, как и вам, куда более интересно испытать этот нож в деле. Вот и давайте, сейчас я вам покажу, на что он способен. Он имеет колоссальную проникающую способность. Способен обеспечивать пробитие даже довольно твердых материалов. При этом это не требует от вас каких-то запредельных физических данных. Все это делается довольно легко. Так нож абсолютно легко справляется с пробитием зимней шины с плотным кордом. Таким образом можно даже вырезать кусочек резины для заготовки НЗ в качестве превосходного горючего материала в любое время года при любой погоде. Толстый и качественный прессованный ламинат нож фактически пробивает насквозь. В качестве эксперимента давайте попробуем пробить кусок плотной алюминиевой пластины. Без проблем. Я намеренно демонстрирую кончик ножа после каждого пробития, чтобы посмотреть, что с ним происходит. А ничего с ним не происходит абсолютно. То есть ему вообще все равно, во что вонзаться. Вообще вот острию ножа я уделил бы особое внимание. Я нарочно создаю жесткие нагрузки на кончик ножа на излом в очень плотных слоях древесины. При таких сложных условиях эксплуатации кончик большинства ножей ломается на раз-два. С этим же ничего не происходит. То есть он настолько прочный, что я вообще даже не представляю, при каких таких штатных условиях эксплуатации его можно сломать. Этим ножом фактически можно колоть дрова вместо топора с помощью колотушки. И делается это буквально на ходу. Сильными рубящими ударами. Здесь я колю дрова из березы. Береза считается твердой породой древесины, в отличие от более мягкой сосны или ели. Но это все ерунда, ребят. Это я дома проверял нож, работая с уже напиленными дровами. Сейчас я вам покажу, как с помощью этого ножа и колотушки можно свалить дерево без использования пилы и топора на довольно толстую сушину. То есть я вам покажу не только возможности этого ножа, но и также подробно расскажу о том, как с помощью ножа и колотушки в отсутствии пилы или топора можно свалить прямо стоящие сушины. Скажем, для заготовки, подготовки костра по типу надья, изготовления укрытия в каких-то нештатных ситуациях или просто для заготовки дров. Значит, действовать мы с вами будем методом бобра. Вот в данном методе подробно рассказывал Роман с канала Чернолесье. Так же, как и бобер по кругу обтачивает ствол дерева, как карандаш, так же и мы будем с помощью ножа и колотушки снимать слой за слоем древесины, пока сердцевина не даст трещину и дерево не упадет. Для начала необходимо изготовить колотушку. Лучше всего для этого подходят такие породы, как береза, дуб, рябина. Все это твердые породы древесины. В данном случае я для начала буду использовать колотушку из рябины. Работа эта позволяет здорово согреться в холода, поэтому верхнюю одежду, куртку лучше снять, чтобы потом не вспотеть и не простудиться, замерзнуть. В тайге нам болеть нельзя. Я включу секундомер, чтобы понять, сколько времени затрачу, чтобы свалить эту толстую сушину. Нож необходимо ставить под углом 15-20 градусов к стволу, не более. Не нужно спешить и выставлять слишком сильный угол. Во-первых, будете тратить больше сил, чтобы сбить щепу. Во-вторых, вот этот нож, конечно, маловероятно, что сломается, но его может сильно заклинить этой же щепой. Просто не спеша, под небольшим углом выставляем нож к следующему ребру снятого слоя и спокойно работаем. Идем вокруг всего ствола, потихоньку стачивая его по кругу. Когда нож съезжает и не хватает поверхности обуха для удара колотушкой, подбиваем его с обратной стороны рукояти и продолжаем работу. Через какое-то время колотушка приходит в негодность, необходимо изготовить новую. Вот эту заготовку я взял уже из дуба, посмотрим, насколько хватит ее. Вот эту заготовку я взял уже из дуба. Периодически проверяем ствол под нагрузкой, дошла ли сердцевина до точки слома. Не забываем и про технику безопасности при валке дерева. Стоим чуть под углом от места слома, чтобы вовремя успеть отскочить. При падении ствол может спружинить и нанести вам травму. На эту задачу у меня ушло 16 минут, но не забывайте, что я снимал весь процесс и периодически мне приходилось переставлять камеру со штативом с места на место. Я, конечно, ставил на паузу в этот момент секундомер, но иногда забывал это делать, поэтому по факту времени затрачено было меньше. Увы, я не совсем верно оценил высоту ствола. Он рухнул на соседний ветровал, стоящий под углом к земле. Получилось нехорошо. Поэтому, если когда-нибудь вы решите приобрести или отработать навык метода бобра, всегда учитывайте окружение, то есть сектора возможного падения ствола, чтобы не случилось, как у меня. Ну, не беда, применив рычаг, поддеваем ствол и потихоньку протаскиваем его дальше. Вот, с помощью именно этого ножа и колотушки можно валить деревья примерно вот такого диаметра ствола. Это более чем солидно. Такой сушины хватит надолго и для разных задач. Вообще, при каких обстоятельствах вам может пригодиться этот навык? Скажем, на сплаве, при оверкиле или просто утере вашего снаряжения, когда у вас остается только то, что на вас и при вас. И вот вы выбрались на берег, нож у вас в чехле, в ножнах, на ремне. И вот тогда как раз таки вам первым приоритетом будет это именно добыть, развести огонь, чтобы обогреться, обсушить одежду. Вот тогда-то с помощью ножа и колотушки можно заготовить себе дрова на тот же костер по типу Надья. И тем самым даже, возможно, вы спасете себе жизнь. Поэтому это все не выдумки, ребят. Это реальные случаи жизни. И это не какие-то надуманные сценарии выживания, о которых вам так любят рассказывать выживальщики. То есть это все суровая проза жизни. Разумеется, помимо этого навыка, вам также пригодится опыт в добывании, обеззараживании воды, еды. И даже постройки укрытия от дождя в непогоду, пока вы ждете помощь. Из поваленного сухостоя ножом и колотушкой также можно нарубить поленца нужной длины. Сам процесс рубки он не быстрый и, конечно, требует немалых физических сил. Разумеется, сил вы затратите больше, чем при работе с пилой и топором. Но цель этих материалов как раз таки показать вам, что и с такими задачами этот нож способен справляться. Разделив ствол дерева пополам, можно воспользоваться сдвоенным или рядом стоящими деревьями. Вот таким образом, зажав ствол между ними, используем принцип рычага. И без проблем ломаем дрова в нужном количестве и нужной длины. До тех пор, пока хватает самого рычага. Также ножом и колотушкой колем добытый поленца на чурке. И тут самое интересное, что расколоть этим ножом можно, например, вот такую чурку от нашей же сушины сваленной. Практически всю испещренную сучками с какими-то неровными грубыми волокнами. При этом на нож ложатся колоссальные нагрузки. Мы фактически его вколачиваем в древесину, пытаясь пробить толстые сучки, как если бы это делали топором. В этом примере я хотел вам показать не только способ работы ножом без топора и пилы методом бобра, но и продемонстрировать его надежность и рубящий потенциал. Не знаю, что там рассказывают эти блогеры. Не режет он, стружку он плохо снимает, угол заточки. Ребят, я этим ножом сделал рукояти колотушек. Стружку он кромсает прекрасно, причем делается это очень тоненько. Я практически не прикладываю усилий, ну куда там, где он чего не режет. Идеальная стружка для растопки, это фактически труд для запала. Теперь, вот немаловажный момент, я не случайно, когда рассказывал вам о стали ножа, сделал акцент на высоком содержании в ней углерода. Таким образом, с помощью этого ножа, в отсутствие, скажем, стандартных средств розжига, спичек, зажигалок, можно из него же высечь искру с помощью черкаша огнива. Я буду использовать труд из собранной травы и этой же заготовленной стружки. В качестве черкаша беру для начала ферроцеревый стержень. Кстати, такие стержни продаются и стоят они вообще копейки. Теперь, ребят, к вам вопрос на засыпку. Зачем вы покупаете себе дорогие огнива там с рукоятками, с черкашами, с кресалами, если вы фактически можете себе купить просто стержень, который выполняет все те же функции, но несопоставимо дешевле. Но это все туда же, в копилку о маркетинге и так далее. То есть продавцы свое дело знают, все работает четко. Задумайтесь. Прямо обухом ножа пробуем высекать искры с помощью стержня. Вот вам и огонь. По тому же самому принципу можно высечь искру из стали этого ножа с помощью кремня, который также служит отличным черкашом. И сразу я уже, наверное, вижу эти комментарии. Вот ты ошибся, это неправильно, это все искры идут от самого кремня. Ну, ребята, изучайте мат части, изучайте сопромат. Твердость кремня, насколько, если мне память не изменяет, по-моему, семерка. А твердость стали ножей, она несопоставимо ниже, соответственно, именно кремням. И отсекаются мельчайшие частицы от стали ножа, которые в результате этих резких ударов разогреваются до высоких температур. И эти самые разогретые частицы мы с вами и называем искрами, которые при определенных условиях могут подпалить и труд. Очень подробные материалы на эту тему. Правда, тогда я использовал несколько другой нож, но по характеристикам довольно похожий, тоже из высокой углеродки. Эти материалы я уже снимал, причем делал это зимой в низкие отрицательные температуры. Добывал огонь таким методом. Кому интересно, пожалуйста, ссылочку также оставляю для вас в описании. Это вам, ребята, не какое-то там псевдовыживание, а именно отработка и приобретение навыков. С помощью этого ножа то же самое делается без каких-либо проблем. Принцип тот же. Опять же, такие навыки вам могут пригодиться в случае утери или выхода из строя стандартных средств розжига. Производителям заявлено, что если заглубить клинок ножа по рукоять, то он выдерживает нагрузку на изгиб, на излом до 150 килограмм. Вот сейчас мы с вами и проверим весом, насколько производитель нас не обманывает. Мы сейчас постараемся его сломать. Я, ребята, делаю это впервые на свой страх и риск. Вколачиваем нож в плотные слоя древесины практически по рукоять. Честно говоря, сомнения терзают. Будь здоров, выдержит ли он меня. Ну, жалко будет сломать подарок. Но проверить нужно. Я, ребята, не худенький. Мой вес составляет 85 кг. Да уж, вот это моща. Но нет, ребята, он выдержал, он не сломался. Трещины даже, вот я смотрю, нигде сталь не треснула. Геометрия ножа не нарушена. Честно вам скажу, ребят, я посмотрел несколько материалов, где автор, ну, правда, дело это под контролем производителя. Это такой был рекламный ролик. Они также вставали на этот нож. Но у меня все-таки были сомнения, что какой-то подвох в этом кроется. Какая-то реклама. Но я, ребята, ошибался. Это реально вещь неубиваемая. Я также видел, как там на нем вставали, лазили по этим ножам. Я, честно говоря, вообще не представляю, при каких обстоятельствах мне придется залезать на этот, по этому ножу, куда-то карабкаться. Но я не знаю, если только там на дерево куда-нибудь залезть, там, связь поймать или еще что-то. Ну, в реальных условиях это такая утопия. Но, тем не менее, это просто как бы возможности этого ножа, да, и его надежность, это о многом говорит. То есть наши научились делать. Ну, и после всех издевательств, вот это, конечно, самое простое. Можественная банка для него это вообще обыденность, повседневная задача. Главное, посмотрите на кромку. Никаких повреждений после взаимодействия с жестянкой. Нет сколов и тому подобного. Ну, к сожалению, толщи троса у меня не нашлось. На данном примере видно, как он без труда справляется с ним. То есть режет вообще отлично. В конце концов, этим же ножом можно просто перерубить трос. Ну, и вообще, возвращаясь к теме, все-таки как он режет, давайте посмотрим это на примерах. Ну, то есть вот стандартный суповой набор овощей. Говорите, картошку почистить? Да, это вообще без проблем. Смотрите, как снимает. Ну, это же вам при этом не кухонный нож. Ну, давайте, хотите ломтики для жарки, допустим, сделать? Вот вам ломтики. Кубиками в суп, да как душе угодно. Ну, стандартно, лимончик, давайте колечками. Толщина, как вам вообще? То есть это он не режет, да? Да, я кухонным ножом в салат примерно. Точно такой же толщины, в принципе, и нарезаю. Нарезать этим ножом овощей, находясь где-то на станище, там на вашем привале, в лагере, не составит вообще никакого труда. И делается это ничем не хуже, чем тем же, скажем, складнем. Удобнее, менее удобно, да, может быть. Все-таки этот нож тяжелее. Но, опять же, я не устану повторять. Он, в принципе, создан для других задач. Ну, а бутербродики нарезать или, опять же, вот овощи, я считаю, что без проблем. И этот нож также справляется. Что касается его применения в охоте, ребят, то есть, опять же, вот охотничьи ножи, да, возвращаясь к теме. Ну, вот что на охоте нам требуется? Это, прежде всего, изготовление скоротков для естественных укрытий. То есть, где-то нарубить, там, сосновый еловый лапник, подрубить ветки, там, ракитника, ивника для организации скоротка. Скажем, это очень актуально на весенней охоте с подсадными утками. То есть, изготовление скоротков, даже опорные лаги, вы сможете также им нарубить, подставить куда-то под сосенку, вокруг сосны, скажем, сделать скороток на тетеревов, нарубить лапник. Все это только этим одним ножом. Вот это непосредственное его применение для охоты. Ну, также я вспоминаю вот такой случай у меня был, это было зимой, с коллективом. Охотник выстрелил по бегущему кабану. Кабан как бы лег, но он остался при этом жив, то есть под ранок. Он никуда с места не мог сдвинуться. Видимо, легкое было пробито, зверь мучился. Ну, а уже стрелять не было смысла, номера поснимали. Ну, охотники подошли, егерь попросил дайте нож добить, пробить до сердца. Ему начали давать все эти, ребята начали давать эти фельдиперсовые, вот эти охотничьи, а-ля охотничьи ножи. И ни один из них, ребят, ни один даже не пробил шкуру. То есть, банально просто шкуру кабана. Ну, я там скромно подошел, дал свой, ну, у меня тогда вот этого не было, я дал свой натовский экстрему. Я же говорил, недаром, да, вот проникающие способности, он вообще без усилий, без проблем пробил шкуру кабана. А длины клинка вполне хватило для того, чтобы достать до сердца зверь перестал мучиться. То есть, добор подранков, вот такими ножами. Это вам, это ли вам не охота? Разумеется, что в понятии охотничий нож мы часто закладываем смысл именно шкуросъемника, какого-то разделочного ножа, филейника. Но ведь в охоте существуют и грубые работы. Там те же скротки, например, добор подранка, разделка добытой дичи, я имею в виду, там, копытных, допустим. Это перерубание костей, там, разделка мяса порционная. Это все делается фактически этим ножом, даже без топора. Это все реально возможно перерубить кости с помощью той же колотушки, ну, то есть ножа и колотушки. А то у меня дым пошел прямо вам туда, в камеру. Сейчас еще слезы из глаз потекут. Она просохла здесь. Начало дымить. Вот это вот не просохло под Элина. А не, ну, он так у меня шает, все-таки сейчас уже холодно. Ну, то есть единственное, с чем могут возникнуть проблемы, это действительно при снятии шкур. Но, опять же, ребят, я не устану повторять. Каждый нож должен быть к месту. И вот, если вот эти ножи можно, Экстрема и вот этот Кампо, их можно отнести к, так скажем, условно-универсальным ножам, то у шкуросъемника, у него круг задач, как вы понимаете, очень ограничен. И, разумеется, для снятия шкур тоненько подрезать пленочку и так далее, такой нож не подходит. Ну, и, конечно, ребят, нельзя упустить и момент самообороны, скажем, от защиты от дикого зверя. Конечно, вероятность такой встречи, она довольно низка. О встрече с диким зверем, поведенческих особенностях и как себя вести, я уже тоже материалы снимал. Пожалуйста, кто не видел, еще раз туда же ссылочка в описании, изучайте. Ну, скажем, такие защиты от бездомных брошенных собак. То есть эти своры, они способны, они озлоблены, они фактически способны порвать даже взрослого крепкого мужика. И такие случаи довольно нередко. Вот в этом случае этот нож, благодаря оба этих, в принципе, ножа, благодаря отличным проникающим способностям в плане штыка, они вам, возможно, спасут там ваше здоровье или даже жизнь. Вот в таких случаях ножом можно и нужно защищаться. Как вы понимаете, шкуру зверя он пробьет без проблем. Как видите, ребят, у ножа огромный спектр применения. Нож меня действительно впечатлил. Это действительно достойный подарок. Нож просто неубиваемый. Здесь я бы добавил, что если и половина тех задач, которые я вам показал, вам в жизни никогда не пригодятся и не понадобятся, то и покупать, и выбирать себе что-то подобное из таких ножей не имеет никакого практического смысла. Значит, ребята, любые вопросы касаемо где купить, как заказать, это все не ко мне. Еще раз вам говорю, я не какой-то рекламщик, пиарщик, я реальный владелец ножа и рассказываю вам прежде всего о его возможностях. Если кого-то там интересует, забивайте в поисковик нож Кампа, там будет куча предложений, приобретайте себе на здоровье. То же самое касается и всяких комментариев по типу, а вот я знаю такой нож, а у меня такой другой третий сикой, он еще лучше, он там более надежный, с такой-то сталью, а он еще дешевле. Вот, ребят, не надо все, не тратьте мое и ваше время. Я не сомневаюсь, что у вас есть нож куда более лучше. Если вы им действительно пользуетесь, а там не где-то увидели на картинке, напишите, это будет, наверное, тоже интересно. Я лишь могу вам рассказать, у меня только два ножа подобных, два инструмента, так скажем, для таких работ. Считаю, чтобы отснять вот подобные материалы и о чем-то рассказать, для этого нужно пользоваться вещью очень активно, то есть в различных реальных условиях, и только потом транслировать какое-то свое мнение о вещи другим людям. Именно по такому принципу вообще у меня устроено на канале какие-то материалы о каких-то вещах, которые могут пригодиться нам там, скажем, в охоте или где-то в путешествиях. И считаю, что так именно и должно быть. А не где-то увидели там на картинках что-то, да, это пожалуйста, вон открыли интернет. Опять же, вот эти всякие там обзорщики, там распаковки, коробочки, какие-то вот эти вот комплектации. Ребят, ну я понимаю, наверное, это все для кого-то тоже важно, но вот лично мне зашел там на сайт, опять же, производителя и все это дело посмотрел. Я вот, честно говоря, ценность и пользу таких обзоров, или я не очень ее вижу, то есть нас-то с вами интересует больше рабочее качество той или иной вещи, которой ты реально уже попользовался и можешь что-то о ней рассказать. А это все, ну не знаю, лично для меня не несет особой никакой смысловой нагрузки. Значит, ребят, по характеристикам этих ножей, сталей, опять же, оставляю подробное описание по ссылочке под видео. Кому интересно, изучите. Как говорится, ребят, рад стараться. Возможно, кому-то материалы окажутся полезными в плане выбора себе вот такого надежного помощника. Ну а кто-то открыл для себя что-то новое в плане метода бобра, например. Большущей вам удачи! Ни пуха, ни пера на охоте. И пока увидимся. У нас скоро уже зимний сезон.